11 этажей правосудия. В новое здание на улице Постовой сегодня весь день переезжали судьи. Теперь это постоянное место работы Краевого арбитражного суда. До сегодняшнего дня ведомство было разбросано сразу по нескольким адресам. На торжественное открытие в Краснодар прибыли председатель Верховного суда России, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе и губернатор Краснодарского края. Здание построили по программе развития судебной системы в России. Качественное правосудие может быть только там, где есть возможности для этого правосудия. Комфортные условия для всех участников судебного заседания. Ни в одном здании пришлось погостить арбитражному суду края, пока обрели свой дом. И сегодня мы можем смело сказать, что Краснодарский краевой арбитражный суд обрел свою крышу, обрел свой постоянный дом. С этим я вас и поздравляю. Гостям провели экскурсию по зданию, показали новые залы судебных заседаний. Именно в них будут рассматриваться споры в сфере предпринимательской и экономической деятельности. Нагрузка на кубанский арбитраж – одна из самых высоких на юге страны. В прошлом году было рассмотрено 241 тысяча дел. И от условий работы в этом случае зависит ее качество. 46 залов судебного заседания. То есть можно параллельно рассматривать сразу несколько десятков дел. В 2016 году Краснодарский арбитражный суд сократил... Количество дел, рассмотренных с нарушением срока, сократилось на четверть. Это очень большое такое достижение. Это хорошая организация работы. Новый председатель Краснодарского арбитражного суда сумел так организовать работу. Для экономики края это очень важное событие. Потому что можно смело сегодня говорить, что от качества решений арбитражного суда напрямую зависит стабильность экономических процессов, которые происходят в регионе, и даже на рост экономики в целом. Поэтому нам очень важно, чтобы правосудие находилось в комфортных условиях, чтобы судьи могли это правосудие вершить. От судейских решений напрямую может зависеть и судьба принятых законопроектов. Председатель Кубанского парламента вспомнил о том, как благодаря позиции краевого арбитражного суда удалось отстоять ограничения продажи энергетических напитков в регионе. Компании, которые занимаются производством, выразили несогласие, обжаловало буквально во все инстанции, дошло до высшего суда и наш закон устоял. На сегодняшний день около 50 субъектов Российской Федерации приняли аналогичные законы. Экономический климат в регионе, который в том числе зависит и от объективности судов, тщательно оценивают потенциальные инвесторы, напоминает губернатор. В этом году краевой арбитражный суд уже рассмотрел больше 10 тысяч дел. Судебное решение должно способствовать разрешению конфликтной ситуации между сторонами, а не заводить эту ситуацию еще в больший тупик. Каждый судья должен ощущать ответственность, в том числе и за эффект, если говорить таким языком, последствия от принятия того или иного судебного решения. Судебное законодательство в скором времени ждет модернизация. Об этом заявил председатель Верховного суда. И в первую очередь изменения затронут арбитражный процессуальный кодекс.